Ага. А чей Карабах? Карабах уже Азербайджан. Если вы хотите научиться зарабатывать в интернете, то вам поможет блок из заработки с Ренатом Грубляком. Если кто-то хочет финансово поддержать наш канал, то ссылка на донат в описании. И подарили Зангезу. Здорово! Привет, брат. О, вы из Армении? Да, да. Как у вас дела? Что там в Армении вообще происходит? Я вас знает. Это выборы были? Пашинян выиграл? Я? Нет, говорю, Пашинян выиграл. Да, Пашинян выиграл. А что вы думаете про Пашиняна? Ничего не хочу думать. А вы за Кочаряна, да? Да. О, первый человек, который не пчет рулетки, попался за Кочаряна. А почему вы за Кочаряна? Так хочу, брат. Ага. А чей Карабах? Карабах уже Азербайджан. Уже Азербайджан, да? Карабах вообще нету, брат. А вот смотрите, если бы мир надали бы, еще вот когда вот этот конфликт начался, мирно, и был бы мир, жили бы две страны нормально, там жили азербайджанцы, армяне, мирно. Предлагали автономию, было бы четко, я считаю. Кому выгодна вот эта война? Азербайджана и Армении? Третья страна. Нас не нужна эта война, это не наша война, брат. Согласен. Это не наша война. А ты сам из Еревана, да? Да. Что, как в Ереване дела? Нормально все. А ты кем работаешь? Все дела по форму. Что? Кем работаешь? Ни с кем не работаю, я брат. Бродяга, да? Нет, у меня есть мой бизнес. Да. А с чем связан? Я фермер, брат. А, я кстати сам села, я украинец вообще-то, из Молдовы, родился в Молдове. А сейчас где живешь? Румыния. Румыния? Румания, знаешь? Там написано Россия. Это VPN, я ставлю программу, там можешь писать Япония, Америка. Есть такая программа, можно поменять. Румыния, Евросоюз. А вот смотри, как ты думаешь? А, ты говорил, ты фермер? Я тоже сам села, я тоже знаю, как это там. А подожди, ты чем именно занимаешься? Свинья ферма, брат. О, у нас тоже были свиньи. И хороший доход? Нормально, да. А куда, ты внутри Армении продукцию реализуешь или в другие страны продаешь? Нет, нет, из Армении, в Ереване. Не, 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 я говорю, ты продаешь свинину в другие страны или внутри Армении все? Все в Армению продаю. А, продаешь в Армении, да? Да. А кто покупает рестораны или кто? Ну, рестораны, магазины. И хороший доход? Ну, нормально, да. А как ты думаешь, какое будущее должно быть у Армении? Она должна идти ближе к Европе, там, где Франция, Греция, там, Запад, Америка или туда, в сторону России, туда? Еще раз скажи, брат. Ты как считаешь, в каком направлении должна двигаться Армения, в сторону Франции, Европы, там, Греция, туда, Америка или Россия? Не знаю, брат. Понятно. Ну, ладно, хорошего дня, удачи тебе давай. Давай. Давай, Кокро. Здорово. Здорово. Ты из Армении? Да. Как дела у тебя? Прекрасно, у вас как? Слушай, я, вообще-то, сам с Украины, Украина. Ммм, я сам не Арменин. Что? Я в Армении живу, но не Арменин. А кто? Беларусь. А, Беларусь в Армении? Это интересно. Слушай, а чей Карабах? Кому ты задаешь этот вопрос вообще? Ну, ты же живешь в Армении, там, вообще-то, как бы, Армения претендует на азербайджанские земли. Ты слышал, нет? Ну, смотри. Скажи мне так, очень за долгое время до Азербайджана в Карабахе жили армяне. Ну, 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 так и азербайджанцы жили? Да, нет, вообще, типа, там живут армяне около двух тысяч с чем-то лет. То есть, это было даже до Еревана. Не, ну, смотри, ну, была, подожди, согласен, была же Римская империя. Ну, это же не значит, что Италия должна вот все страны, которые входили в Римскую империю, точнее, территории, на которых страны располагаются, современные, забрать. Логично, скажи, в этом есть логика. То же самое я тебе могу сказать. Была династия Арташисиды в армянских, которые почти захватывали половину континента. Ну, видишь, типа, Армения, как Великой Армении, говорят, тоже расширялась захватами, так? Вот как рассказывают. Поэтому, ну, типа, Карабах, Азербайджан за мирную жизнь. А ты как вообще всю жизнь в Армении живешь? Нет, я не скажу, как я считаю, что Карабах. Я считаю, что Карабах это такая маленькая территория. Вы не скажете, что это довольно большая. Ну, нет. Не, ну, относительно больших стран, там, например, относительно Америки, Китая, там, да. Да, она небольшая. Но вообще-то так для нормальной территории. Эта территория абсолютно бесполезная. То есть там пустыни. Почему? Там можно золото добавлять, там есть полезные ресурсы, там вообще-то люди живут. И так далее. Так что это, наоборот, любая территория, она нужна, понимаешь? На данный момент, после войны, там абсолютно бесполезная территория, там все в минах, это раз. Вообще, изначально, я думаю, что там в Карабахе могли жить два народа, то есть мирно. Мирно, да? Вот. В составе Азербайджана, как было раньше. Там, при Советском Союзе, до Советского Союза. Смотри, вот ты говорил Карабах. Карабах, ну, на самом деле, Карабах, он всю историю переходил из одной страны в другой. Там, Кавказская Албания, Древний Азербайджан, Сифи-Виды, Османская империя, Персия, там, династия Афшар и так далее. Чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. И чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. Вот я согласен. Подожди, а ты в Армении, я говорю, да, все правильно, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. Ты в Армении сколько времени живешь? Всю жизнь? Ой, лет восемь. А ты прям белорус по национальности, или у тебя кто-то армянин, а кто-то белорус? Я метист, то есть белорус, поляк, русский, армянин. А, а кто у тебя армянин? Мой прадед, наверное. А, а как ты в Ириван попал? Переехал. Сам? Фотосет был у меня, я моделью работаю, сюда нужно было переехать. А, ты работал в Армении, моделью? Угу. Ого, это интересно. И что, как в Армении там? Да, нормально. А ты уже выучил армянский алфавит? Я знаю армянский язык. А, ты можешь говорить? А ну скажи, я люблю Армению. Я с фирмом Гаистана. И ты писать можешь по-армянски? У них же алфавит свой. Да, прекрасно мне писать. А, ну ты же сначала не знал, это вообще сложно выучить, не? Ну, сложновато, конечно, но когда все общаются на этом языке, нормально. А, слушай, а ты уже получил гражданство? Нет, я просто гражданство. Восемь лет не получил гражданство? Я гражданин России. А, так ты из России приехал? Угу. Понятно. Ну, а так, как ты видишь, вот ты уже восемь лет живешь в Армении, там все должно ждать. Как ты видишь будущее Армении, куда нужно ей стремиться? Смотри. Страна сама по себе прикольная. То есть, ну, прекрасные виды есть. У природы сама по себе красивая. Просто правительство будет... А что, подожди, ну да, я согласен, правительство оккупировать чужие территории, это нехорошо. Там, оккупировать территорию Азербайджана, это же неправильно. Ты как раз зациклился на этом Карабахе. Ну, я не считаю, Карабах, Азербайджан, я считаю, Крым, Украина, Карабах, Азербайджан. Ну, мне нужно постоянно говорить, я тебя понял, ты как-то пытаешься как-то постоянно всунуть в нашу диалог, я не понимаю, для чего. Да нормально, не, я просто обычно, когда я общаюсь, это очень сильно бомбят, а я вижу, что ты ровно к этому относишься. Я считаю, что можно было бы сделать отдельную территорию, допустим, как называть Карабах. Ну, слушай, давай в какую-то страну придут и скажут, вот ты у тебя есть страна, ты живешь, придут, те возьмут и скажут, вот это будет отдельное. Неправильно. Да, там. И несправедливость от общества в Лос-Анджелес, да? Да, прикинь, вот кто-то зайдет в Америку и скажет, ну, хотя это вряд ли, конечно, но скажет. Лос-Анджелес отдельно, это же неправильно. Люди жили под правительством Азербайджана, допустим, даже если бы это было под правительством Армении, они могли жить абсолютно спокойно. И чтобы не было такого разногласия, допустим, между Армянами и Азербайджаном, можно было бы просто сделать так, чтобы там была такая общая территория двух стран. Почему бы и нет? Ну, давай к тебе в страну придут, возьмут территорию, оккупируют. Ну, братан, давай мир, но это будет как бы общая территория. Извини, ее не оккупировали. А как не оккупировали? Посмотри, весь мир, смотри, братан, весь мир. Время того, как она стала автономной? Автономной была в составе Азербайджана. Автономный Карабах был в составе Азербайджана, этой территории. Да, потому что было выгоднее ему отдать, потому что прикасалось к близким лагератам. А, подожди, а до Советского Союза была Азербайджанская Народная Республика, и Карабах был тоже в ее составе. А потом также была Азербайджана, точнее, не потом, а до, там, за очень много времени, была Азербайджана. А, Азербайджан, это же Турция вообще. Карак, ну, Турция, да, ну, была Армения в составе Азербайджана. Причем в Турции и Карабах. Карабах был в составе Азербайджана, так? Что? карабах же был в 1600 каком-то там году составе османской империи в 1589 году и армении и азербайджан и карабах который азербайджанский был составе османской империи но жили же мирно цели же мирно вообще без рамки чады территория абсолютно дело-то насколько я знаю армяне были не против того что это было азербайджанская территория ну смотри вот давайте задам вопрос так кому выгодна война между армией и азербайджан россии а почему я согласен вот какие у тебя на это доводы продажа оружия ну продажа оружия это не только еще существует сюда три места очень горячие точки то есть это были станет сирия и карабах всю жизнь так было если не будет в этих точках то есть место войны то россия не будет продавать никому оружие тем самым израиль тоже ну подожди израиль во первых поддержку азербайджан он не пойдет и зима израиль две стороны поддерживал конфликта это было бы другой азербайджан израиль он такой про азербайджанский да но он продает оружие на таком помогать не подожди есть вот россия она продает двум сторонам оружия понимаешь хотя на горе что она союзник типа армении но продает при этом сопернику армении противнику азербайджану оружие понимаешь дело в том то что нанесли вне карабах ульга разные вещи смотри пашинян пожаловался то что азербайджанские войска зашли всю ник это уже территориале ну территориальная целостность армении это не карабах и если вот смотри есть такой блок о дкб как на то только вот это по советски и если бы на нато какой-то страны напали все бы на то подключилась а почему армении никто не помог если дкб не россия там и другие страны если мне россия то уже бы захватили армению карабаху захватили да в целом армению да не зачем подожди армении от армении карабах азербайджана армении это независимое государство и поверь никто бы не так говорили уже говорит что ереван типа раньше был на слушай это ответ на вот этот троллинг такой троллинг на только так говорят что карабах это армия не понимаешь это ответный троллинг а он на детский лепят просто то что типа ереван был когда-то нет ответный троллинг от горяшу карабах это армению карабах азербайджана а вот власть азербайджана в ответ и как бы так потраливаясь к набор азербайджан не подожди вот продажи оружия это не самое основное там если там есть и другие причины как ты думаешь еще какие вот остановилась к сожалению я хотел сказать что продажи оружия тогда но это один из пунктов которые во-первых это влияние в регионе во-вторых полезные ископаемые которые есть карабахи в третьих можно власти двух стран там на них как-то давить контролировать тоже через вот этот конфликт это вот основные причины